Все же в Армении некоторые опасаются от экспансии турецкой экономики в Армении. Уже есть пример Грузии. Грузия почти что куплена Турцией. И иногда это несет положительные явления, но очень часто это и вызывает скепсис у грузинского общества. Потому что не развивается грузинская экономика, просто скупаются активы, активы возятся. И Грузия уже стала такой, ну своего рода, ну просто активом в турецком хозяйстве. Мы можем вспомнить и с Абхазией такая же ситуация, там очень значима турецкая экономика. В Северной Сирии, что же, Армения небольшая страна с небольшой экономикой. Ее вполне ждет ассимиляция экономическая турецкая. Я не говорю культурная ассимиляция, но экономическая ассимиляция вполне. Поэтому открытость Армении, она скорее всего будет означать не открытость для Ирана или для Евросоюза. А вот и с Россией, ну как вот взаимодействовать? Без Грузии, без фактора Грузии коридор не создать. Пока Грузия не открывает этот коридор, с Россией нормальных отношений нет. С Соединенными Штатами, Австралией и Китаем этих отношений также не будет, потому что нет нормального транспортного сообщения. А Турция рядом, Турция ведет активную экономическую деятельность, она экспансионист, обладает экспансионистским характером, в том числе и в области экономики. Так что в этом плане перспективы армянской экономики вполне предрешены, если будет так и развиваться ситуация. И это не значит, что это однозначно плохо или хорошо. Ну в этом есть и плюсы и минусы. Но как бы я вижу, что уже армянское общество готово сотрудничать с Турцией экономически. Но в долгосрочной перспективе, я уверен, конечно, есть у этой политики и минусы. Еще одна интересная новость. В Азербайджане задержали еще четырех иранцев по подозрению в шпионаже. Это притом перед тем, как министр иностранных дел Ирана посетит в Баку. Притом, что Иран возлагает надежды на нормализацию отношений во время... Да, и об этом говорит. Да, то есть в том плане, что это будет встреча, движение стран неприсоединения. И это значимое событие для и Азербайджана, и Ирана. Я имею в виду не само по себе движение неприсоединения, которое сейчас, конечно, мало кому нужно на самом деле. У нее значимость этой организации достаточно низка в современном мире. Она имела значение тогда, во время бинарного противостояния Советского Союза СССР. Сейчас эта организация во многом атомизм. Но Иран стремится нормализовать отношения с Азербайджаном. Азербайджан в качестве подарка организует арест четырех граждан, которых обвиняют в сотрудничестве с иранской разведкой. Что, конечно, недружественный шаг. И здесь мы даже анализировать нечего. Все понятно. Владимир, интересное продвижение в армяно-индейских отношениях, если вы это заметили. Притом, одновременно и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Индия как бы становится ключевым партнером, как и Иран. Опять-таки, это очень значимое событие. В принципе, стоит понять, что на всем континенте, вообще во всем мире сейчас небольшое количество таких стран, которые дают большой мощный драйвер развития экономического. И обладают политической программой. В принципе, рядом выбор-то небольшой. То есть Евросоюз, Индия, Китай. Индия очень значимый партнер. И во многих аспектах более дружелюбный по отношению, в том числе, к Армении. Тем более, что там есть и культурные связи, и этнические. Ну, там дальние очень, конечно. Но Индия уже предоставляет и вооружение для Армении, и определенные уже наработки в сфере безопасности. А если будет проложена дорога, транспортный коридор из Индии, Ирана в Армению, Грузию, Россию и Евросоюз, то это просто огромный фактор для экономического развития, который как раз нами ранее обсуждавшийся вопрос Турции может нивелировать. Потому что если такой транспортный коридор будет обеспечен, то Армения вполне может избежать вот такой судьбы ассимиляции простой соседним государством. Она может вполне сохранить экономическую самостоятельность и более того, вполне обеспечить себе процветание. Индия страна независимая, мы ее в общем знаем. Она придерживается такой сбалансированной политики. Где-то сотрудничает с Россией, где-то с Соединенными Штатами. Пытается выровнять отношения с Китаем. В любом случае, для Индии интересен пользоваться новых партнеров. Тем более, что в этом регионе ее интересы существуют, и Армения вполне может ее представлять. Для Армении диверсифицировать отношения с другими своими странами-партнерами. Мы знаем, что есть и с Россией отношения, и с Соединенными Штатами. И если будут завязаны отношения с Индией, это очень большой фактор для Армении во всех аспектах. Для Индии тоже значимое, но для Армении это гораздо больше, конечно. Особенно в последнее время очень много индейцев посещают Армению. И некоторые остаются, и работают, и учатся в Армении. Я видел сикхов в деревне, вот в черных челмах, в этих. Такие молодые люди, бородатые. И я слышал, что еще приезжали несколько десятков тысяч человек, которые рассматривали возможность ведения сельского хозяйства в Армении. Я насколько понимаю, что они уже там живут. Поэтому это прямо очень значимое событие. И опять-таки, Индия еще и культурно-религиозна. Это страна индуистская, христианская, мусульманская. Она полирелигиозная. То есть она во многих аспектах интересна для Армении в качестве сотрудничества. Владимир, индейские нефтеперерабатывающие заводы стали расплачиваться за нефть из России юанями. Что бы это значило? В прошлом году, когда были введены санкции против России, один из главных новых покупателей русской нефти оказалась Индия. Индия, как стало не сразу известно, это не афишировалась информация, расплачивалась с Россией рупиями. Рупия – национальная валюта. Она ходит внутри Индии, но за пределами ее территории. Ее достаточно сложно использовать. Она в мировых сделках мало используется. На рупию мало что можно купить в мире. В Индии мало что можно купить. На рупию мало продукции, которая бы интересовала Россию. Есть, конечно, определенные позиции товаров, которые для нас очень интересны, но не в таком объеме. И рупию очень сложно конвертирует в другие валюты. При этом сделать это можно только внутри Индии, что, конечно, для России создает массу проблем, потому что деньги есть, а эти деньги очень сложные, их сложно использовать. Поэтому шаг в пользу юаня. Ранее использовался драхма Объединенных Арабских Эмиратов. И еще ряд валют. Это, конечно, хороший шаг в плане того, чтобы Россия эти деньги, которые получают от продажи нефти, смогла более эффективно использовать для своих нужд. Армения сейчас изучает предложения российских и американских компаний по строительству нового атомного энергоблока. Это тоже немаловажный вопрос в нынешней ситуации. Кто будет строить новый энергоблок? Нет? Конечно. Это еще и фактор такого политической игры, потому что, ну, насколько я понимаю, что атомные станции-то они, в принципе, в России на данный момент оцениваются как очень хорошие, лучшие в мире. Но тут вопрос в любом случае политической игры, потому что станция стоит дорого, ее эксплуатация потом принесет большие ресурсы, и, конечно, все страны будут предлагать Армении свои услуги, в том числе и в решении вопросов политического характера. И для Армении, конечно, это хорошее решение. Если атомная станция будет построена, во-первых, Армения станет не только удовлетворить свои потребности в электроэнергии, она сможет еще и экспортировать электроэнергию в соседние страны. И в том числе, наверное, в Азербайджан и Турцию будет экспортировать, и в Иран, и в Грузию. То есть, да, Армения сможет стать значимым энергетическим игроком в регионе, что опять-таки повышает ее статус, повысит, конечно, повысит статус и влияние и в политических вопросах в том числе. Поэтому ход хороший, интересный, конечно, мне интересно, насколько там сейсмоопасно, потому что, ну, как бы сейчас стандарты строительства атомных станций, они очень высокие, они учитывают вот эту сейсмоопасность. Но, тем не менее, я думаю, что это будет проект в любом случае особого уровня, потому что, ну, регион Кавказа, он, ну, потряхивает. Притом, американцы предлагают еще модульные реакторы для Армении. Ну, тут я уже не специалист, не могу сказать, что лучше в качестве решения данного вопроса. Ну, да, это энергоблок малой мощности, которая бы в Армении пошла бы на пользу. Можно устанавливать в далеких, в дальних регионах, районах, то есть не централизованно, а как бы разнести по регионам, да, наверное, это хорошее решение. Тем более, наверное, они еще и, ну, как бы о безопасности говорить не могу, но если они будут ближе к потребителю находиться, это, конечно, выгодно. Тем более, что если задаваться вопросом о экспорте электроэнергии, то, конечно, стоит задуматься о том, что нужна опять-таки и транспортная система, и новые вот эти, ну, то есть, как бы вот эти лэп-линии электропередач высоковольтные. То есть это все крупная инфраструктура, которая привлечет и инвестиции, и средства, и международное сотрудничество, и придется опять договариваться. И это, конечно, значимый вопрос для всех-всех-всех, чтобы садиться за стол переговоров, а не решать вопрос путем шантажа и прессии.